Влад, на площадку! Мамма ми! Да-да-да-да! Бонжорно, мои Мадонны! С этими войнами в Европе у нас давненько не было рубрики «Тайны истории». Ну что, немножечко по чашечку кофе поиграем в бисер. Ну так, по-быстрому. Эти пухлые, вечно веселые маленькие мальчики в виде крылатых существ всегда присутствовали во всех видах искусства. Картины, иллюстрации, фрески, скульптуры. Этих маленьких ангелочков вырезали из мрамора, из слоновой кости, в дереве рам. Их фигуры отливали из бронзы и вплетали в гобелины. В общем, этих пухлых ангелочков используют всегда и везде. Их можно встретить абсолютно в любом месте, где угодно. Но они практически никогда не играют главную роль. Они всегда исполняют роль актеров второго плана, чтобы заполнить пробелы, или чтобы что-то сказать между строк, или просто оживить тон. Придать оживленных ноток в слишком серьезные сцены. Поэтому, даже когда они выполняют чисто декоративную функцию, они все равно создают определенное настроение. Но они делают это как-то незаметно. Но кто они? Откуда они появились? Кто их создал? Кто их придумал? Это на самом деле загадка. Вы не найдете правильных ответов. Вы будете находить только субъективную трактовку их значений. В каждую эпоху и в каждой культуре он будет разный. Потому что их используют в искусстве уже много-много тысяч лет. Причем разные страны и культуры. У этих маленьких крылатых существ нет ни имени, ни личной истории. Может быть, поэтому они всегда такие веселые. Посмотрите, их образы внушают нам нежность, стремление к защите. Обратите внимание, что в искусстве они как будто не подозревают о нашем земном мире. Для них не существует наших человеческих проблем. Они даже совершенно не обеспокоены даже тем жирком, что их окружает. Они невинные существа, которые несут радость в каждом своем действии. Они как дети. В них нет злобы. Они всегда играют. Даже когда не играют. Они все равно играют. Не играть для них тоже часть игры. Обычно херувины, мальчики, у них кудрявые, взлохмаченные волосы. Но зачастую они изображены обнаженными искрыльями. А что же они значат? Значения у них совершенно разные. Начиная от заморчательных невинных смыслов. И заканчивая страстью и дикой вульгарностью. Но есть у них и другие смыслы. Начиная от духовной чистоты и заканчивая сакральной религиозностью. Их изображают со сценами херувимов, занятых драками. Их изображают и во время рыбалки, сбора винограда. А в древнеримские времена их обожали изображать со спортивными сценами. Также они встречаются как посланники рождения жизни, так и знаком смерти. В общем, они имеют разные и противоречивые значения. Их смысл зависит от контекста и сюжета, в котором их изображают. Что мы о них знаем? У них очень много имен. Каждая культура, каждая страна, каждый народ называет их как-то по-своему. Итальянцы называют их пути. Французы любят называть их купидоны. Восточные славяне называют их херувими или просто ангелочки. В древнеримской империи они были известны как амуры. А в античности их называли эроты. Все страны друг у друга заимствуют названия их, меняют их под стилистику своего языка во время разных праздников. Очень часто искусствоведы говорят, точнее повторяют друг за другом один и тот же стереотип, что образ этих крылатых существ происходит из греческой и римской мифологии. Из этих мифологий они вошли в нашу западную культуру. Если это так, то тогда следует поставить вопрос, откуда произошла греческая и римская мифология? Ведь эти великие культуры много позаимствовали в других древних цивилизациях. Если вы слушали мои лекции по великим древним цивилизациям, если нет, кстати, ссылка в описании будет под видео, то вы уже знаете, что древнегреческая культура на самом деле в свое время много позаимствовала у других культур. Поэтому греки не могут служить авторами этих крылатых мальчиков. Просто греческое изобразительное искусство благодаря эпохе Ренессанса стало той точкой отсчета исходным кодом нашей цивилизации, откуда мы привыкли повторять этот стереотип, что мы взяли в них все. В действительности, эти маленькие крылатые мальчики были известны еще с далекой древности, задолго до античности. Например, таких же мудрых летающих мальчиков мы встречаем в Индии. В их религии они известны как кумары. Очень созвучно с купидоны. По описанию, они тоже очень соответствуют им. Они также, как и наши купидоны, путешествуют по всей Вселенной и озорничают, дополняя миропорядок. Похожих пухлых мальчиков мы встречаем и в Японии. В буддизме они крылатые духи. Видите, они тоже игривые. Летающий мальчик в небе гоняет колесо Дхармы. В буддизме колесо Дхармы – это колесо законов космического мироздания. Тот самый космос. Порядок. Ну, кто слушал мой курс по мифологии шумеров и египтян, понимает, о чём здесь речь. Ссылка в описании под видео. Ну, наши мальчики тоже серьёзные духовные существа. Как и их аналоги на Востоке. Они умудряются осквернять самые серьёзные сказки. Смягчить самые грустные рассказы. Иногда они высмеивают самых злых божеств. Иногда они бросают вызов гневу Юпитера и мужам Геракла. Они озорничают постоянно. Они играют с самыми опасными оружиями. Или, если захотят, то возьмут в руку музыкальные инструменты, чтобы дать людям всем концерт. Эти маленькие пути никогда не меняли свои черты на протяжении веков. Они всегда верны себе. Всегда весёлые в любую эпоху. Эти летающие мальчики, купидоны, амуры, пути, в любой стране, в любой сцене, они вечно играют. Они как вечные игроки в бисер. Художники, когда рисуют их в какой-то картине, они всегда через них говорят что-то между строк. Что-то подчёркивают. В каждой картине или скульптуре, или архитектуре, они говорят часто что-то своё. Общего значения нет. Это не просто существа. Это идея, к которой мы так или иначе все стремимся. Их функция в картине меняется в зависимости от сообщения, которое хочет передать художник. Это может быть желание подчеркнуть красоту модели. Например, как в картине Рубенса. Красоту богини Венеры он дополнил с помощью зеркала, которое держит мальчик. А в зеркале лицо его модели из пьёвы ди кадоры. Или эти мальчики могут быть как щепотка злого умысла. Например, как здесь. Через крылатого мальчика в картине Аннибали Карачи мы видим Венеру и возбуждённого сатира. А внизу слева мы видим многоговорящее лицо мальчика. Пути. Художник здесь оставил намёк, что кому-то здесь хочется грубости. Либо кто-то любит грубость. Например, заказчика этой картины. Мамма миа. Или вот Думенко Герландайо. Обычная сцена. Но в интерьере комнаты мы видим барельефы, на которых голые мальчики что-то активно празднуют, танцуют, хоровод. Тем самым они говорят, что здесь не всё так просто. На этой картине сцена рождения Богородицы. Мы видим, как родилась Мария, которая в будущем родит Иисуса Христа. Теперь вы понимаете, что эти маленькие мальчики это не просто декоративный художественный образ, как некоторые говорят. Мы видим, что они идея. В нашей культуре эти маленькие мальчики похожи на детей из книги про Питера Пэна. Ничьи дети без истории. Племя мальчиков, сирот, перенесённых на остров феями при помощи волшебной пыльцы. Там они ведут жизнь, наполненную разными приключениями. Они вечно играют, пока взрослые люди вечно работают. Для кого-то это просто сказка, а для кого-то это глубокая идея. В эпоху Возрождения, когда философские кружки были на каждом щагу, когда идея неоплатонизма летала в воздухе, как бабочки в саду, они очень часто были важной смысловой идеей, с чётко определёнными значениями, а не просто изящным украшением, как сейчас. Вот именно поэтому они как-то так по-особенному очаровывали художников эпохи Возрождения. Потому что они представляли игривую, любящую часть жизни, которая также присутствует в каждом из нас. А игра может быть разной. Игроки бывают тоже разные. Эти мальчики почему-то кажутся мне игроками-трикстерами, для которых не важен результат, а важен сам процесс игры, их функция, чтобы игра продолжалась вечно. или я опять перегибаю палку. Может быть у вас грация милая. Может быть у вас есть свои версии на этот счёт. Поделитесь в комментарии. Будет очень, очень интересно.